Родители начали бить тревогу еще в августе этого года. В Ленгерской школе номер 3 затеяли капитальный ремонт. Распределить по другим учебным заведениям детей до начала учебного года не успели. По словам родителей, они было перевели учеников в соседнюю школу номер 7. Как неожиданно выяснилось, что седьмая школа с казахским языком обучения и русских классов в ней нет. Да и самих учеников оказалось около 2000. Выход из положения нашелся сам собой. Ремонт отложили и дети дружно пошли в свою школу. Правда, счастье учебы длилось недолго. На верхах ремонт никто и отменять не собирался. Поэтому детей опять начали распределять по школам. На сей раз образование более ответственно отнеслось к своей работе. Казахские классы организованно отправились в школу с государственным языком обучения, а русские – в русскую. Мы готовы принять учеников из третьей. Будем тесниться, но ничего. Только вот одна из школ оказалась не в самом Леньгере, а в поселке Новостроевка, в четырех километрах от районного центра. Перед школьниками стала очередная дилемма. Это проезд. Родители отправились к исполняющему обязанности районного отдела образования. Чиновник, в свою очередь, уверил, что транспорт будет. Но предоставят место в автобусе 700 ученикам. Остальные по плану не входят. Мол, расстояние от города небольшое – всего в три километра. Мы не могли справиться с этой ситуацией, так как по плану нам транспорт не полагается, чтобы возить учеников в другой поселок. Там три километра расстояния. Сейчас этот вопрос решается на уровне Акима района. У Калимы Галитовой двое внуков бабушка переживает за детей. Вечером детишкам придется идти пешком через другое село, еще и через кладбище. От безысходности Калима Апай вместе с другими вленьгерцами обратилась за помощью к новому Акиму района Бухарбаю Парманову. Дети не виноваты в том, что взрослые не решили проблему с ремонтом школы, и они не должны страдать. Я не позволю. Это наше будущее. Если мы не можем создать для них условия, если мы не можем им помочь в том, что мы обязаны сделать, то грош нам цена. Хочу успокоить и учеников, и родителей. Транспорт будет. А сам ремонт школы номер три будет длиться три месяца. Работы уже начались. Работать будут в три смены. В январе школа будет готова. Необходимые средства есть. Узнав о таком повороте, не скрывать своего удивления, мамы и папы школьников сегодня с уверенностью говорят, что при неравнодушном руководстве можно уладить любой вопрос.